Пятого сентября состоялось торжественное вручение ключей от квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры предоставлены в рамках губернаторской программы Краснодарского края «Дети Кубани» в новом уютном многоквартирном доме поселка Афибский. В этом году средства увеличены более чем на 50% в сравнении с прошлым годом. В этом году только из краевого бюджета выделено полтора миллиарда рублей на эти цели. И по краю у нас детки получат жилье 1272 человека в этом году. Адам Жерим и все присутствующие почетные гости поздравили ребят с новосельем. Сегодня праздник большой, когда у молодых ребят появляется возможность иметь свое собственное жилье. К этому вышли долгие-долгие годы. И спасибо сегодня нашему губернатору за эту программу, за поддержку. Я хочу всех вас поздравить. Ну, шикарный дом, хорошие квартиры. Что пожелать? Только счастья. Чтобы эти стены приносили вам удачу, любовь, взаимопонимание. И уже, как говорится, чтобы все, что вы планируете, всегда сбывалось. С праздником, с новосельем, дорогие мои. В торжественной обстановке глава района вместе с заместителем прокурора Александром Шумовским вручили ключи от 23 квартир. Сегодня нам вручили ключи от наших квартир. Это является лучшим подарком и вкладом в наше будущее. И в наше будущее счастье. Хотим выразить благодарность губернатору Краснодарского края Кондратьеву Вениамину Ивановичу, главе муниципального образования Джариму Адаму Шахметовичу и всем строителям этого прекрасного дома. Обещаем, будем ценить и беречь. Спасибо большое. Сразу после вручения ребята отправились осмотреть будущее жилище. При строительстве социального жилья использован комплексный подход. Дом сдан под ключ, все квартиры с внутренней отделкой и сантехникой. По словам ребят, это самый большой долгожданный подарок. Очень рад этому событию и хочу поблагодарить, конечно же, местную администрацию и всем, кто принимал участие в данном мероприятии. Это очень большой подарок от всего государства и в целом, наверное, от судьбы. Это подарок судьбы. Ну, человеческое спасибо. Эмоции просто непередаваемые. Мы очень долго этого ждали, надеялись на это. И наша администрация как бы выполнила свое обещание. Квартиры нам очень понравились. Хороший ремонт, хорошая планировка. Хороший район. Я очень рад, потому что этого события я ждал в 6 лет. И большое спасибо, конечно, администрации северского поселения, особенно Джариму, потому что не каждый раз выпадает такая ситуация, что прям в новом доме даю квартиру. Квартира очень отличная. Во-первых, это в центре. Близко вся инфраструктура. То есть парки, магазины, детские сады, школы. Это очень удобно. В рамках губернаторской программы Краснодарского края «Дети Кубани» в Северском муниципалитете до конца 2019 года еще 8 молодых людей получат ключи от своего нового жилья. Елена Миркотан, Владимир Галуцкий, Алексей Попов. Телерадио компания «Атаман». Поселок Афибский. Дополнительное образование для каждого ребенка. Центр развития творчества детей и юношества Станицы Северской провел день открытых дверей под названием «Волшебная страна мастеров». Северский парк культуры и отдыха имени Пушкина вместил в себя все разнообразие кружков, представленные в стенах ЦРТДЮ. Школьники по маршрутным листам обошли все станции, где их ждали мастера. Они продемонстрировали ребятам свои ремесла и промыслы. Дети не только понаблюдали за преподавателями, но и попробовали сделать что-то своими руками. В этом году в нашем центре творчества будет работать 49 объединений. 57 общеразвивающих программ мы будем реализовывать, а 1768 ребят мы в этом году охватим дополнительным образованием. В этом году в ЦРТДЮ открылось сразу три объединения по направлению робототехника, а также научные объединения. По традиции самое многочисленное направление художественное. Его будут посещать более 700 детей. По социально-педагогическому направлению открылись такие объединения, как английский язык, занимательная математика, словесник. Мы приглашаем всех ребят в наш центр творчества, потому что дополнительное образование – это мир своих возможностей. С сообщением о нападении в дежурную часть отдела полиции поселка Ильского Северского района обратилась 69-летняя местная жительница. Все в шифонере поперевернул, муку порассыпал, все искал деньги, нашел деньги, там телефоны, подзарядки, весь холодильник вытрусил, все, что на глаза его попадало, все он кидал. В течение суток сотрудниками уголовного розыска был задержан 33-летний ранее судимый житель станицы Калининской. Установлено, что денежные средства мужчина потратил на личные нужды. Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли по месту проживания задержанного. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом МВД России по Северскому району возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бешенство – особо опасное смертельное вирусное заболевание, передающееся со слюной при укусе. Главный его переносчик – дикие звери, в особенности лисы. Они могут напасть и заразить домашних животных. Через них вирус может передаться и человеку. В случае несчастья пострадавший должен незамедлительно пройти ряд процедур. Любой человек, который получил укус, обязан обратиться незамедлительно в травмпункт. Травмпункт здесь в Северской на приеме он может обратиться, либо в Афибской больнице. После того, как он там обратился, этот случай фиксируется и нам, и ему в том числе, говорят, что вы обязаны обратиться в ветеринарную службу для освидетельствования данного животного и получения первичной справки. Что это такое? Он заявляет, что это животное его ли, владельца соседа, допустим, или безнадзорное, где-то на общественном месте находится. Если животное домашнее, хозяину необходимо явиться с ним на освидетельствование. Специалисты ветеринарной службы проведут исследование его на наличие бешенства, поскольку неадекватное поведение любимца в момент нападения могло быть вызвано другими факторами. Оно успокаивается, животное, и тогда мы предоставляем, допустим, первый этак глотания. Есть у него или нет. Обычная чашка, обычный корм с пищей предоставляется. Если он, это собака или кошка, начинает кушать или лакать воду, никаких признаков этого уже уменьшается. Затем уже, если он уже этот признак показал, мы управляем следующую температуру, тело смотрим, меряем его, измеряем. Боится он света или нет? Это тоже признак такой специфический. Когда направляем свет, и он может смотреть на него, или там выходит к нам открыто, как бы добродушно. А обычно, если признаки есть, указывающие на бешенство, то светобоязнь животных. После освидетельствования за животным наблюдают еще 10 дней. Это срок, за который вирус должен себя проявить. Если животное все-таки погибло, хозяину необходимо сообщить об этом ветслужбу и самому обратиться в учреждение здравоохранения. Если ничего не произошло, значит питомец не заражен. Как отмечают специалисты ветслужбы, единственная профилактическая мера от бешенства на сегодняшний день – вакцинация. Прививка домашних животных проводится бесплатно, но для этого питомец должен пройти процедуру чипирования, своеобразную регистрацию для его дальнейшей идентификации. В чипе содержится информация о питомце, его хозяине, сведения о прививках и история болезни. Его стоимость – 500 рублей. Приобретается он вместе с пожизненным паспортом на любимца. Пока такие меры действуют не на всех владельцев домашних животных. Пожилые люди, не имеющие возможности оплатить процедуру, могут просто указать кличку животного и расписаться в журнале о прохождении им прививки. Уважаемые владельцы собак и кошек, мы обращаемся к вам с единственной целью – соблюдайте правила содержания их на своем подворье. Не выгуливайте и не допускайте безнадзорного выгула за пределами вашего подворья этих животных. И самое главное – берегите их профилактикой, вакцина профилактика от бешенства. Тайна Лохнессского чудовища раскрыта. По крайней мере, в этом уверены ученые из Новозеландского университета Атага. Они обнародовали результаты самого масштабного исследования, когда-либо проводимого на озере Лохнесс. На протяжении года они взяли 250 проб воды на разной глубине и изучили состав обнаруженных ДНК. Исследователи пришли к выводу – овеянное легендами чудище Несси может быть просто угрем гигантских размеров. «Длина угрей от одного до двух метров. Возможно, могло быть несколько особей, выросших до экстремальных размеров. Например, в два раза больше, чем обычно, или ещё длиннее». Версия о том, что Несси – это гигантский уголь, существует уже несколько десятилетий. Однако учёным так и не удалось его увидеть. В то же время исследователи исключают вероятность, что Несси – это гигантская рыба или доисторическое животное. «Плезиозавры вымерли. Очевидно, они были рептилиями, то есть находились где-то между крокодилами и птицами. Но в наших пробах мы ничего подобного не обнаружили». Учёные намерены продолжать исследование. Первое письменное упоминание о Лохнессском чудовище появилось ещё в VI веке нашей эры. Тогда миссионер в доказательство силы молитвы якобы отогнал водяного зверя от своего ученика. Есть много доказательств и теорий за и против существования монстра. По одной из версий, люди принимали за чудовище, всплывающее на поверхность стволы затопленных деревьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова «Счастья много не бывает». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова